Смотрим, что это за трючок. Камеры врут. Очень странный ковер, конечно. А, ну, типа камеры врут, да? Да, камеры врут, наверное, нам действительно. И они показывают вот то, что они показывают. Сейчас, секундочку. Секундочку. Да, действительно, у нас вот такой вот ковер. Камеры показывают вот так, да, а на других картиночках по-другому все. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Посмотрим, какой у него будет здесь стиль, какое звучание выберет себе артист. И интересно посмотреть, что он нам предложит по тексту, да. По тексту. Давайте послушаем. Камеры врут. Погнали, ТНИЧ. Выбери яркость, выбери маску. Они не смогут от этого недостатка. Они так подкидываю мою кроватку, чтобы проще лечь, а звуки скинули макдак. Слышишь? Мы все уникальные и прекрасные по-своему. Вот и смотришь на меня и думаешь, тебе я такой весь лютый и привлекаю яркий. И здесь, знаешь, глазки сбрите. Здесь, штатская сила, все без сияния, без сияния, без сияния. Слышишь? Мы еле даромен. Слышишь? Камеры врут, бай, йо, камеры врут. Камеры врут, бай, йо, камеры врут. Камеры врут, бирки-чеки, камеры врут, тачки-плети, камеры врут, тиски-плети, камеры врут. Я жгу телек из карьеры, возвращаю к жизни интерес. Выше, чем всегда, опять печать, мне ты куда полез? Камеры все в руки, еду нахрен, а кони во дворец. Мне нужно пахать, раньше барыбить теперь. Мы проданы, мы под арестом, мы проданы. Настался чек, девочка плачет, что нет тысаных модельных черв. А может, даже кумир, блестя, винирами подцепит, чем расскажет, как эггом тяжко травмированный человек живет. А что мое, если мечта же к маленьким? Нашел себя в тени истории смиренной Сталинки. Быть мелкой в колесе успешным не мешают валенки. Сапарик водки вновь спасет, но не от пани. А вы не знаю, думали, я самый чистый лицей. Я, блядь, в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет. Понимаешь, как эта земля? Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного, блядь. Покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным, от созерцания того великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного всеединства существа бесконечно вечным. Куда ни посмотри, хоть глубь, бесконечно малая, хоть ввысь бесконечно большой, понимаешь? Смотрите, ситуация следующая. Как я говорил, когда мы разбирали облу, я прислушиваюсь к критике, читаю, что говорят люди. Естественно, когда это какая-то обоснованная, интересно аргументированная критика или мнение, или мысли. И мне сказали следующее. Мне понравился комментарий, что за доебками, за отчасти похожие на скриптонитозвучание, я совершенно упускаю из вида очень хороший тексты Nature. Я подумал, что вероятно так и есть. Я посмотрел, послушал еще его предыдущие треки, которые мне не очень заходили по звучанию. И действительно, я обнаружил там вполне себе неплохой текст, хорошие мысли. И я поймал себя на мысли, что следующий трек, который выйдет от него, я постараюсь обратить внимание на текст. И думаю, блин, как всегда получится, что типа, ну, вот что-то хочешь сделать, да? Типа, ну, что-то хочешь, вот ждешь чего-то от артиста, а он вот раз типа и по-другому совсем сделает. Но нет, здесь в принципе продолжение банкета следует, в том плане, что он остается верен себе с точки зрения интересного повествования. То есть ему, в принципе, всегда есть что сказать. И это очень круто. Если выйти за рамки каких-то претензий к стилю, которые друг у друга все подряд так или иначе заимствуют, совершенствуют, переходят и все прочее, о чем уже было много раз сказано, то справедливости ради стоит отметить, что очень интересный текст, очень интересный текст у артиста. И все лучше и лучше он играет своими эмоциональными контрастами. То есть вот это, сюда, сюда, сюда. То есть он играет всей палитрой своих эмоций, перебегая с одной стороны, с одного, так сказать, всплеска на другой. И вполне себе годно получается. В данном случае он раскрывает очень хорошую тему, просто очень хорошую тему в своем тексте, которая называется «Лоск и блеск журнальных идеальных людей из телевизора», который является полнейшим наебалом. Потому что все в жизни совершенно не так, о чем он здесь очень, в принципе, довольно-таки неплохо повествует в образах, рассказывает, как оно, типа, все есть. И вот эта прикольная картинка обложки, которая, типа, показывает, типа, вот такой вот я на самом деле, ну, как будто бы, да, то есть здесь, конечно, есть лишний, он угорает на картиночке. Тем не менее, то есть он показывает, что все вот эти отточенные, все вот эти лощенные фотографии, да, так сказать, звезд, инстаграм, все вот это прочее, это все обложка, это все обложка, да, и по факту все немного не так в жизни в реальной. И это так и есть, и это так и есть. Поэтому посыл в очередной раз, он доказывает, что он молодец, реально. Поэтому действительно люди, которые писали критику разборов моих, которые касались исключительно звучания, дело в том, что этот артист еще и одновременно вместе со своим звучанием, он заползает и на территорию людей, которые рассказывают за смыслы, то есть и на территорию текстовиков в том числе. То есть это не только байп-байп, это не только байп-байп, то есть он еще нам рассказывает о чем-то. Нет, он не только качает, это не флекс-рэп, это не рэп для исключительно тела, ему есть что сказать, и это очень прикольно. Вот, поэтому да, в этом плане он большой молодец, самая ирония всегда, это вообще всегда суперкруто, то есть человек, который может над собой посмеяться, сделать вот такую облогу. Вы знаете, мне трак этот, трак, блядь, да, этот трак, этот трак мне очень нравится. Сказать, что прям типа это что-то супер-пупер крутое, лично для меня субъективно, не знаю. Но мне нравится этот трек, он меня качает. Интересная задумка, интересный кач по припеву, совсем не душно, нигде, все контрасты прикольные. Скит от, да, легендарный, конечно, который там, что только там уже не приделали, и на Интерстеллар музыку, да, там ставили, и каких только приколов на этот счет нет. Это легендарная речь, да, легендарная речь. Серж Дурдачников, многолетней давности, вот, которая как бы подытоживает ценность, да, которая, речь ведется о тряпках, и слаще пацика с BTS, жестче датсика с Sirius, да, без изъяна, я без изъяна. Слышишь, мне нет, мне... Мы не на равных, слышь! Да, по факту как бы... По факту все так. Спасибо, да, ему за мысль и за вполне себе годный качающий тречок с прикольным аутром. Мне кажется, этот трек поинтереснее его предыдущего трека. Мне кажется, за парк, ну, такой был. Не очень удачный трек. На исключительно мое восприятие. Я думаю, что в фан-базе зашел трек «Зоопарк» тоже, но мне кажется, тот же трек «Пушка», например, он, типа, ну, был поинтереснее, чем «Зоопарк». А вот «Камеры врут» — вполне себе годный качачий релиз. Давайте еще раз его послушаем и оценим. Выбери яркость, выбери маску. Они не смогут от этих недостатков. Они так подкидли на мою кроватку, чтобы проще лечь за звуки сгинуть в магнах. Слышишь, мы все уникальные прекрасны по-своему. Вот ты смотришь на меня и думаешь, типа я такой весь лютый и привлекальный, яркий. Ты где-то не съешь, пас весь битый, сжечь на скосе, все без зря, без зря, без зря, без зря. Слышь, мы и дарами. Камеры врут, камеры врут. Камеры врут, бирьки-чеки, камеры врут, тачки-плети, камеры врут, тиски-плети, камеры врут. Очень хорошие залеты, очень хорошее переменное строение. И вот тут я верю больше, гораздо ему. Ну типа, блин, я не знаю, вот, я не знаю, как воспринимают те, кто постоянно слушают, да, мне кажется, они такие, блин, всегда верится. Ну вот, хотя, нет, все-таки это очень субъективно. Вот типа, я хочу, так сказать, обратиться, да, вот, к вашему внутреннему критику, да, попытайтесь вырубить своего фаната, да, и попытайтесь послушать трек «Зоопарк» и послушать вот этот трек. Насколько здесь он накидывает, так сказать, трушно, да, и насколько там не очень. Я винирами подсопит, чем расскажет, как эгон тяжко травмированный человек живет. А что мое, если мечтажит маленьким? Нашел себя в тени истории смиренной Сталинки. быть белкой в колесе, успешным не мешают валенки. Стопарик водки вновь пасет, но не отпадет. Я, блядь, в твоем познании настолько преисполнен. Очень хороший текст. Очень хороший текст. Зоопарк больше прокачан, не знаю. Мне кажется, здесь перепев перекачивает зоопарк. Я как будто бы... Трилю... Типа, вы реально, да, не видите, вот кто слушает, вот тоннель здесь сильно много, типа реально не видите разницу между вот этим треком, да? и предыдущими, некоторыми. Ладно, не буду душнить, окей. Так, атмосфера. Так, 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 так. Реализация выбранного стиля. Реализация выбранного стиля. Да, 10 баллов. Структуру ритмика, честно говоря, не знаю, насчет настолько длинного аутро. Мне кажется, вполне себе можно было четверочку воткнуть. Вот знаете как, типа... Че думаете? Я, блядь, в твоем познании... Вот с 1.36, да? Насколько преисполнен, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет. Понимаешь, как это земля, мне уже... Камеры врут! И вот отсюда припев еще раз начинается. А? А? Как думаете? Мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного, блядь. Покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Потому что на репите, на постоянном репите, вот это будет немного заебывать концовочка. Мне кажется, было бы круто. Атмосфера или вайп? За счет концовки, я не знаю, имеет ли смысл спиливать настолько атмосферу, да? Но типа репетиться тяжело этот трек. Потому что 40 секунд нам предлагают слушать Дурдачника каждый раз. Уже 100 триллионов миллиардов... Очень сильный трек. Очень сильный парт. Меня на 5 баллов прокачало. Ладно, в структуре я снизил. В структуре снизил, да? Блядь, проживаю на триллионах или триллионах таких же планет. Понимаешь, как это земля? Мне уже этот мир абсолютно понятен. Короче, местами тройка по вайбу. Местами 5 баллов чистейший. 4 я поставлю. И 5 баллов за трендовость. 80 баллов. Крепкий трек, очень хороший. Без базара. Пожалуй, я его даже добавлю в мейнстрим. Добавляю в плейлист мейнстрим. Знакидывайте лукасы. Братва. Я вам скажу, у нас, по-моему, еще какой-то трек из Тенейджа. Это не первый трек, который отлетел в наш плейлист. Плейлист, который мы собираем весь год. Пушка, да. Конечно же, трек Пушка. Вот он. Да. Теперь у нас два трека Тенейджа, собранных. Камера врут и Пушка. Вот так. Поэтому спасибо. Спасибо ему за замечательный трек. И да, действительно, люди, которые его слушают, спасибо, что посказали, что все-таки надо еще более внимательно слушать по поводу посылу. Потому что за вайбом, который он дает, вскрывается все-таки еще и неплохой вполне себе текст. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!